Новые злоключения сквера на Звездинке, на этот раз с криминалом и уголовщиной. Благоустройство этого сквера летом и осенью вызывало множество нареканий у горожан, как своим визуальным стилем, который называли кладбищенским, так и качеством работ. Кривая плитка еще до сдачи объекта, треснувшие клумбы, шатающийся кривой забор из какого-то силу мина взамен добротного чугунного ограждения. Этот чугунный забор стоял на Звездинке долгие годы. Его демонтировали, увезли на территорию муниципального предприятия и по заверениям районных властей этот забор должны были установить в каком-нибудь другом месте при проведении благоустройства. Это не одна-две секции, периметр сквера на Звездинке метров 800. Вес чугунного забора под 20 тонн. И вот все эти тонны забора, хранившиеся на муниципальном предприятии, украли. Подробнее Виктория Волкова. Как видно, всю зиму через эти ворота никто не ездил, судя по количеству снега. Ворота приоткрыты. Давайте посмотрим, может быть здесь есть охрана. Замок. Постучи. Разбитый стекло и замок. Изнутри замок. Изнутри замок. Мы находимся на территории муниципального предприятия РЭП-2. Здесь и были складированы различные материалы и уцелевшие фрагменты ограждения со сквера Звездинка. Давайте посмотрим, что здесь осталось. Мы видим битый камень, кирпич, брусчатка, которые тоже были сюда перевезены со сквера Звездинка. Мы получили заявку с администрации Нижегородского района на перемещение этого забора и брусчатки. И мы переместили эту брусчатку и вот этот бушный забор просто довезли, показали, куда складировали, сделали фотографию, отправили в администрацию. Мы решили проинвентаризировать имущество и посмотреть, можно ли использовать данные ограждения на каких-то других общественных пространствах. Приехав на территорию, куда отвезли данные ограждения, обнаружили, что они были похищены. Одна секция весит ориентировочно 40 килограмм. 40 килограмм – это та секция. А всего секция сколько было? 162. 162. Ну вот как вот физически можно вот так вот незаметно украсть? Ну, украсть можно все. Вопрос времени и вопрос техники. Скорее всего, это может быть по одной секции, утаскивают в течение какого-то времени. Два человека легко и упрут. Одну секцию? Да, одну секцию, естественно. Если они там просто, они там ее натянули по земле, как бы какие-то, ну, на металлолом, это спокойно можно было как в какую-то дыру в любую это все утащить. Просто стояло это в углу, все брошенное, ну, как бы бэушное. И там около там ста палетов. Там урны старые, разбитые. На это никто внимания не обращал. Даже мы и не знали, что это чугунные, к примеру. Но может селуминовые, может еще какое-то, может ненужные вообще. Бэушные есть бэушные. Ворота были закрыты наглухо, на замок. То есть там какая-то дырка может быть? Да, дырка, да. Нет, там еще два предприятия или три предприятия. Заборы граничат с этой базой. И на какую базу они там могли это все перетащить, это тоже уже под вопрос. А вот тот самый проломленный забор. Предположительно, где-то здесь и находилась та самая чугунная ограда. Предположительно, вынесли ее из этого пролома. Давайте посмотрим, что там за организация. Здравствуйте. Тук-тук. А руководство кто у вас? Реводитова. Нету? Ну кто старше у вас? Реводитова. Старший. Я. Организация. Как называется? Скажите, что у вас. Что у вас за организация? Служба. РЭД. РЭД? Да. Мы по поводу забора, который был украден. Это с начальником. К начальникам. Но вот у вас здесь такой пролом, мы через него сейчас прошли. Беспонятно. Вот предположительно, что этот забор, это ограждение могли отсюда вынести из этого пролома. Беспонятно. Как охранялись эти объекты там? Ну, это территория муниципального предприятия, поэтому была надежда, что все-таки там есть охрана. Там хранится не только ограждение, но и мусорные контейнеры, и брусчатка, которая используется в рамках ремонта ямочного. Так была там все-таки охрана или не была? Ну, это надо у муниципальных предприятий спросить. Вообще, конечно, там... Ну, это действующее предприятие, действующая база. Я не помню, на тот момент была охрана или нет. Там какое-то время мы что-то были, но я даже не могу, я просто без комментариев оставляю. Я как бы это не полномочен. Я начальник службы перемещения. Я перевез и сложил. Заявление в полицию было написано. Уголовное дело возбуждено, но его закрыли, так как найти никого не смогли. В настоящее время уголовное дело приостановлено в соответствии с пунктом 1, части 1, статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неустановлением лица, причастного к совершению преступления. Что касается нового забора, который был установлен взамен чугунного, то зимы он не пережил. Установлены секции были ненадежно, по паре анкеров на столб. И вот спустя несколько месяцев множество секций то ли сами упали, то ли их тоже украли, а оставшиеся проржавели. Воруют, уже воруют, это же безобразие. А вот ограды, вон видите, видите, ее нет. Это уже, это плохо. Ну да, опять кто-то нас пер, как обычно бывает. Может, плохо закреплены были и взяли. Всегда бывает у нас качество ремонта. Не знаю уж там какие ушлые люди такие, не знаю. Куда нас девается? Кому-то надо. Может быть, на дачу. А может, просто хулигана задают. Бомжи хотят есть, пить. Поэтому, где плохо лежит, там надо взять. Как сообщили в администрации Нижегородского района, повторную проверку в сквере на Звездинке проведут, когда растает снег. После этого определят перечень работ, который будет выполнен подрядчиком в рамках гарантийного ремонта. Само ограждение восстановят после исправления поврежденных секций. Продолжение следует...